Здравствуйте, товарищи! Продолжаем наше занятие по курсу «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». И мы с вами вели речь о том, как возникла программа Федерации профсоюзов России. Ну, на этом моменте, как она возникла, надо ещё дополнительно остановиться и рассмотреть эту программу Федерации профсоюзов России, задачи коллективных действий, более подробно, потому что это такой выдающийся и основополагающий документ для нас, и для трудящихся, и для работодателей, которые сталкиваются с трудящимися и организованными профсоюзами. Ну и с точки зрения того, когда и как он появился, этот документ, я рассказывал здесь о том, как создавалась Российская партия труда. И в Российской партии труда вот те единицы, которые общественные были задействованы, они получили соответствующие, так сказать, посты и места. А именно, председателем партии стал Олег Васильевич Шейн, который на последнем этапе вносил проект Трудового кодекса России Фонда рабочей академии в Дум. Один из активно действующих профсоюзных руководителей, руководителей соцпрофа, храмов соцпроф, так называется, ну вообще это первоначальное название, это полный социалистический профсоюз. Но это профсоюз антисоциалистический. Но то, что он антисоциалистический, не меняет сути дела, потому что этот вот профсоюз, тем не менее, за общие коллективные действия выступал. И выступал за проект Трудового кодекса. И участвовал в этой общей кампании. Это вот здесь подтверждается то, о чём Ленин говорил, что надо работать со всеми профсоюзами, в том числе и с жёлтыми. Это профсоюзы авиадиспетчеров, Докеров, они стали заместителями председателя профсоюза. Ковалёв стал заместителем председателя профсоюза в партии труда. Моисеенко, председатель РПД Российского профсоюза Докеров, стал заместителем председателя профсоюза. А я, как президент фонда, который разработал фонд, этот проект, вокруг которого все объединились, я стал секретарём партии труда. И вот на этой почве мы все объединились. После этого объединения, поскольку борьба за трудовой кодекс закончилась, и каждый стал вести свою индивидуальную борьбу, тенденции, в том числе и тенденции, связанные с устройством своей судьбы, как у Олега Васильевича Шеина, который стал думать не о том, как создавать и организовывать партию, а о том, быть ему мэром или губернатором Астрахани, Астраханской области. Ну вот он ориентацию сделал в эту сторону, и после принятия решения, по моему предложению на совете Российской партии труда, о том, что представитель партии работников не может быть избран и баллотироваться в исполнительные органы государства работодателей. Сама по себе мысль очень понятная, потому что там вертикаль власти. Вы будете выполнять то, что вам скажут сверху. Ну если за большие деньги, конечно, там деньги вот немалые. И поэтому тот человек, который на это идет, он на самом деле предает профсоюзы, их задачи и прочее. Ну и большинство совета за мое предложение проголосовало. Тогда товарищ Шейн, который сейчас имеет заслуги в качестве выступления против реформы, пенсионного законодательства, товарищ Шейн разрушил только что созданную партию труда. Она, так сказать, перестала существовать. Но тенденции к тому, чтобы объединять профсоюзы, они не исчезли. И вот на себя такую миссию сорганизовать боевые профсоюзы, собрать их во единый кулак, эту задачу стал решать президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Анатольевич Ковалев. А как решил он? Выступил с инициативой создания Федерации профсоюзов России. Я уже говорил, что у нас к этому времени имелись какие крупнейшие объединения? Вот соцпроф был объединение такое, можно сказать, антисоциалистическое по направленности. Но такое, которое борется за повышение зарплаты работников, однозначно. Была Федерация независимых профсоюзов России, которая показала себя очень отрицательно во всей этой кампании. По продвижению Трудового кодекса она поддерживала по существу версию, близкую к правительственному проекту. Ну как и сейчас, как мы видим, тот же первый заместитель председателя ФНПР Шмакова Исаев выступал в Думе от Единой России с изложением аргументов, почему надо протащить вот эту реформу. То есть враждебных работникам позиций. И в то же время он является заместителем председателя Единой России. То есть он, так сказать, на двух стульях и совмещается, и обеспечивает приводной ремень от буржуазной партии Единой России к массам. Ну вот поскольку в таком положении многие могли оказаться, поэтому собрать Федерацию профсоюзов России дело непростое. И это могли сделать только люди, которые делом и своей судьбой, можно сказать, уже как профсоюзного руководителя доказали, что они на это способны. Вот Сергей Анатольевич Ковалёв как раз таким руководителем и оказался. В итоге, что ему удалось сделать? Ему удалось зарегистрировать Федерацию профсоюзов России. И туда вошли такие организации, как Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, профсоюз работников радиолокации, радионавигации, связи и профсоюз защиты труда. Во главе с Шейном, но там три сопредседателя. Второй сопредседатель Гамов из города Сарова и ещё один сопредседатель из Карелии. Мне пришлось присутствовать, удалось присутствовать на Учредительном съезде Федерации профсоюзов России и выступать. И там я своё приветствие свёл к тому, что мне приятно приветствовать такую Федерацию, которая не является ни независимым профсоюзом от работников, ни свободным профсоюзом от работников, а является зависимым и несвободным от работников профсоюзов. Это единственная Федерация, которую я знаю. И поэтому это радостное событие на этом всем профсоюзном фронте. Народ это принял очень хорошо. И действительно, без этого слова независимый или свободный, это Федерация профсоюзов России. Причём она сделана так, чтобы можно было объединить всё живое, что есть вообще в профсоюзном движении. А как объединить? Есть вожди профсоюзные, которые никогда не пойдут на это объединение. Или, скажем, могут пойти на такое объединение, как КТР. Что такое КТР? КТР – это не федерация, а конфедерация. Чем отличается конфедерация от федерации? То есть в конфедерации никто не обязан выполнять принимаемые решения. Хочу – выполняю? Хочу – не выполняю. Вот давайте с вами сейчас, вот у нас здесь присутствует несколько человек, давайте мы с вами сейчас образуем по-быстрому конфедерацию. по окончанию лекции вы все пойдёте, как я считаю, в Эрмитаж. А как вы считаете, вы туда и пойдёте. Куда вы считаете? Потому что это конфедерация, и поэтому то, что я вам сказал, ни для кого не обязательно. Даже если мы сейчас проголосуем, и большинство будет за моё предложение, что из этого следует? Ничего из этого не следует. В конфедерации никто не обязан выполнять принятые решения. Он то, что считает нужным выполнить, он выполнит. То, что он не считает нужным, выполнять он выполнять не будет. И вот это есть такая могучая конфедерация труда. Там есть председатель, который входит в президентский совет, наверное, для связи с работодателями. Там есть президент, союз моряков, председатель. Туда входит и вот президент федерального профсоюза, авиадиспетчеров, который является руководителем федерации профсоюзов России. Его ничем не связывает эта конфедерация труда. Почему? Потому что она конфедерация. Ничего плохого в том, что туда входит, нет. А он там является генеральным секретарём. Ковалёк. Генеральный секретарь. У каждого пост такой, что он вроде как выше всех. Председатель. Ясно, что он выше всех. Президент. Совершенно понятно, что он выше всех. Но генеральный секретарь, это и все понимают, что он их не утверждал. Так что, если он их не утверждал, то он и выше. Правильно? Вот примерно такая картина. Вот поскольку такое, так сказать, состояние профсоюзного движения, оно известно было какое, то при создании Федерации профсоюзов России было учтено. Сергей Анатольевич Ковалёв заложил в устав следующее положение, что туда могут входить не только профсоюзы целиком, но отдельные профсоюзные первичные организации. И это стоило ему ещё года, дискуссии с регистрирующими органами, потому что это как-то нестандартно. Нестандартно. Но зато это очень ценно. Почему? Потому что тут есть Федерация независимых профсоюзов России. Там разные есть люди, разные организации, в разных местах, на разных уровнях. Любая профсоюзная организация может войти в Федерацию профсоюзов России и быть, так же оставаться в НПР, ничего не ломать, не поднимать никакого шума, ни с кем не ругаться, не рвать. И в то же время, вот я вас его люблю, уважаю, могу и вас любить, уважать. Что плохого в этом? И он мне нравится. Ну что в этом плохого? То есть мы призываем, так сказать, к единству или к тому, чтобы все разошлись. Поэтому ничего плохого в этом нет. Давайте честнее объединяться в самых разных формах. Вот такая форма. Что первичные организации могут входить не только в эту Федерацию, но и в другую. У них же есть близкие задачи. Но раз есть близкие задачи, то может быть такое и организационное единство. Вот, то есть у этого очень большой потенциал. Это означает, можно спасать первичные профсоюзные организации тех профсоюзов, верхушка которых сгнила. Вот, скажем, верхушка профсоюза докеров сгнила. Товарищ Моисеенко, который у нас возглавлял профсоюзную организацию в Ленинграде, вынуждены были его снять с поста председателя. А он судился со своей профсоюзной организацией и хотел ей с неё стрелять миллион рублей. И профсоюзная организация просила трёх человек. Товарища Федотова, который первый заместитель, один из авторов Трудового кодекса, проекта Трудового кодекса, фонда рабочих, меня, и Тихомирового адвоката, что мы выступали в защиту профсоюзной организации докеров. Мы защитили. Суд не удовлетворил иск. Моисеенко, а скоро он и умер, как умирают подлецы. Как-то быстро и незаметно. Потому что, когда человек внутри, что-то у него сломается, то он обычно долго не живёт, как показывает историческая практика. Вот такая история с этим. Что сделала Федерация профсоюзов России? Федерация профсоюзов России в контакте с Фондом рабочей академии, и в этом контакте такую более важную роль сыграл профессор Золотов. Это самый крупный специалист в России по профсоюзам. Книга его называется «Развитие профсоюзного движения в России». Самая современная и самая актуальная книга по развитию профсоюзного движения. Эту книгу за подписью президента Фонда рабочей академии, за мою подписью, мы разослали во все организации ФНПР, во все разные организации ФНПР, не первичные организации, а все областные организации, региональные. И получили очень хорошие отзывы. В том числе мне звонили, люди очень благодарили. Мы посылали две книжечки для руководителя и для библиотеки профсоюзной. Так что вы, если будете в Нижнем Новгороде, Григорий Вячеславович, попросите Александра Владимировича вам книжечку подарить. У него есть загашечник, я знаю, за дверью. Пусть не отпирается. И в итоге получился документ, не похожий на обычные профсоюзные документы. Почему? Потому что обычные профсоюзные документы напоминают собой документы о том, как спасаться надо, средства спасения, средства пожаротушения. То есть, если ваш эскалатор поехал вниз, а должен был ехать вверх, то что делать, когда он поехал вниз? Ну, надо бежать быстрее, наверное, по эскалатору, который едет вниз и начинает принимать такие меры. И можно сказать, что чем отличается профсоюз от политических партий? Вот мы с вами уже вопрос о партии как бы рассматривали, но не так, чтобы долго и специально, но говорим, что это авангард класса, что он выражает интересы класса, что партия, она вносит сознание интересов класса в сам класс и организует борьбу класса за его интересы. То есть, она действительно и авангард в этом смысле, что в слове авангард и содержится. А профсоюзы, вот, как говорится, дождь пойдёт, зонтики раскроем. А зонтики вы купили, а мы думали, что дождя не будет. Потому что они вперёд не думают и вперёд задачи не ставят. Никаких задач, ни у каких профсоюзов вы не найдёте. Везде все задачи сводят в защите. То есть, если вы на меня нападёте, я буду защищаться. А когда вы на меня нападёте, уже поздно будет защищаться. Потому что мы знаем, что иногда самая хорошая защита – это нападение. То есть, на самом деле, хотя, Трудовой кодекс России переполнен положением о том, что надо требования работников, работники должны выдвинуть свои требования, они должны провести конференцию или профсоюзную, или они должны конференцию работников провести и выдвинуть требования, что обязаны отвечать на требования работодателя. Эти требования рассматривают супермирительные комиссии. Эти требования могут быть рассмотрены посредникам. Эти требования могут быть рассмотрены трудовым арбитражем. Эти требования потом могут быть выданы в качестве забастовочных требований, и по этим требованиям будет проводиться забастовка. То есть позитив требования по улучшению положения работников. А профсоюзы, которые вроде должны спасать, защищать, они защищают, если вдруг режут расценки, они требуют меньше урезать, чем урезали. Если зарплату хотят сильно понизить, они будут требовать, не надо столько понижать, меньше надо понижать. Если будут пенсионные реформы делать, они будут требовать, и президент их услышит. Президент уже улучшит тот проект, который сильно ухудшает их положение. И проект уже ухудшит их положение, но уже в меньшей степени, чем было до этих требований. Поэтому с просьбами, с мольбами можно обращаться и защищать. Вот состояние профсоюзов, и в этом смысле профсоюзы, конечно, много проигрывают, потому что они не имеют своих позиций по тем вопросам, которые нужно решать в том числе и политически. А ведь мы же говорим с вами не только о первичных профсоюзных организациях, мы говорим о профсоюзах на всю Россию, и мы говорим об объединениях в профсоюзах. Поэтому они участники трёхсторонних соглашений, в которых участвует государство, представители объединения работодателей и представители профсоюзов. Поэтому они на политическом уровне решают эти вопросы. И на этом политическом уровне у них никаких задач нет. В чём задача Федерации независимых профсоюзов России? Покажите их. Нет. А в чём задача Федерации профсоюзов России? Пожалуйста, зайдите на сайт Фонда Рабочей Академии, там они перечислены. И вот я эту лекцию хочу посвятить разбору этих положений, потому что они очень глубокие и охватывают все, можно сказать, важнейшие аспекты жизни работников. Включая и политические аспекты, потому что они неотрывны от экономических или влияют на экономические аспекты. Михаил Васильевич, вопрос к этому, конфедерации, допустим, труда России. Есть у программы Федерации профсоюза России такой классный пункт, как установление доли постоянной части зарплаты на уровне не менее 80%. А конфедерация труда России, она конфедерация, и никто из членов этой конфедерации не обязан выполнять, даже если конфедерация примет. Вот конфедерация примет в лице своего руководящего органа, но и один профсоюз, входящий в конфедерацию, не обязан это выполнять. Вы понимаете, что такое конфедерация? Ну да, да. Вот и всё. Поэтому это всё красиво так хоть выглядит, всё хорошо обставлено, и всё это очень представительно, но вы должны понимать, что это ни к чему не ведёт. В чём состояло уничтожение Советского Союза? Превращение его в конфедерацию, СНГ. СНГ – это что, с федерацией или конфедерацией? Конфедерация. Конфедерация. Ну что такое СНГ? Это вот флажки висят там около Таврического дворца. Всё? Что ещё она собой представит? Ничего. Люди есть там. Был там генеральный секретарь стран СНГ. Кротов. У нас на кафедре был. На полставке его пока. Я его знаю. Но ничего не делают они. Ничего. Ага, как они могут сделать? Ну если я вот решение конфедерации вам дам, что это дальше будет? Что это означает? Ничего. Хотите выполнять их? Хотите не выполнять. Никакого тут единства нет, не предполагается. Поэтому это польское не позволяло. Не позволяло. Я один против, всё. Я это не буду делать. Не буду, и всё. Поэтому вот первое положение этой программы федерации, оно такое, как у всех профсоюзов, что профсоюзов России ставит своей основной целью защиту гражданских, социально-трудовых, профессиональных, экономических и других законных прав и интересов работников. И вот эта стандартная формулировка, мне это не очень нравится. Почему? Потому что она защита, а надо бы отстаивание и проведение в жизнь, осуществление интересов. А интересы как раз они взгляд вперёд дают. Правильно? А защита, если меня ущемили в чём-нибудь, надо защищать. Отнимают, значит, надо дать мне, чтобы не всё забрали. Ухудшают, значит, чтобы не в такой степени ухудшили. То есть слово «защита» с самого начала, оборонительное, не очень хорошее. Но зато дальше идёт в целом настроение другое. Профсоюзные организации, входящие в ФПР, добиваются всеми доступными формами коллективных действий, принятия и реализации коллективных договоров и соглашений. А это ясно, это всё же предполагает требования, это предполагает наступательные действия, это означает выражение интересов. Предусматривающих повышение уровня реального содержания зарплаты работников, улучшение условий их труда и сохранение занятости. Ну, как, например, у докеров, сохранение занятости. Нельзя уволить без согласия профсоюза. Раньше это было в ГЗОТ, теперь это осталось в некоторых коллективных договорах у тех, кто этого добился. Вот нельзя без согласования. А если это согласование не требуется, дольше учёт мнение. Везде вместо согласования в ГЗОТ теперь учёт мнение. А что такое учёт мнение? У вас есть мнение? Я его учёл. Придёте на экзамен. У вас мнение какое? Я вам поставил пять. Я учёл ваше мнение. А сколько я поставлю? Ну, это зависит от того, как вы будете сдавать. А мнение то и того, что я учёл само собой. То есть учёт мнения ничего не означает. На практике он означает некоторую процедуру, которая замедляет на несколько дней какое-нибудь введение антирабочего или противоположного интересам работнику акта работодателя. Потому что в чём состоит учёт мнения? Вот я работодатель, а вы профсоюзный руководитель. Вы, я должен вам представить, написать проект приказа своего. И не то, что я сразу подписал и всё. Нет. Надо учесть мнение. По некоторым вопросам учёт мнения. Я вам отсылаю. Вам принесли для учёта мнения проект приказа. И я должен приложить обоснование. Если я обоснование не приложил, ну зачем это вы делаете-то такое? Вы можете меня вернуть и сказать, что вы нарушили трудовой кодекс. Обоснование давайте. У вас есть там экономисты, юристы, специалисты. Обоснуйте. Обоснуют. Нет таких предложений, которые бы работники, подчиняющиеся руководителям предприятия, не обосновали. Они вам обоснуют. Вот я принёс вам с обоснованием. Вы можете согласиться или не согласиться. Если вы согласились, я иду. Тогда пишите, что вы согласны. Ваше мнение я учёл. Мнение такое, что вы согласны с руководителем. Хорошее мнение у вас. И всё. Я приказ издаю. Подписываю, издаю. Ваше мнение другое. Что вы не согласны. Тогда вы должны мотивировать. То есть, как бы пощаду вам даёт трудовой кодекс. Вы не обязательно обосновываете. Но хоть чем-то вот мотивируете. Ну почему вы против такого прогрессивного моего решения вас уволить выступаете? Ну почему? Вы же бездельник. Ничего не делает. Ничего не умеете. Я вас увольняю. А вы вот выступаете против. Мотивируйте чем-нибудь. А вы начинаете мотивировать тем, что кушать мне хочется. Ну чем-то хоть мотивируйте. Если вы не мотивируете, вы нарушили уже. А просто не согласны. Вы не согласны и мотивируйте. Бумажку приложите. Мотивы. После этого проводится консультация. Я вас приглашаю выпить кофе. Или чай. Или лимонад. И мы мило беседуем. После нашей беседы я вас отпускаю с Богом и подписываю. Тот документ, в котором не поменялось ни буквы. И всё. Поэтому это всё цирк. Чёт мнения – это цирк. Видимость того, что считается с профсоюзами при принятии решений. Что они как бы участвуют. Ну кофе мы с вами пили. Вот доказательства. Уже хорошо. Всё. И это вот то, что осталось от согласования с профсоюзами, которое было в Кодексе законов о труде. Что осталось в нынешнем Трудовом Кодексе России. Но есть такие профсоюзы, которые взяли из того Трудового Кодекса, кавычки сняли, затолкали в коллективный договор. И провели. Поэтому в том проекте, который я вам дал, и который вы изучаете, в этом проекте уже без кавычек это лежит. И есть также согласование. То есть я придумал что-нибудь, прихожу, а вы посмотрели. А вы председатель правкома, написали – мне согласовано. И всё. И это можно выбрасывать в помойку. Этот проект нормативного акта, который хотел принять работодатель. Ну вот меня уже спрашивал ваш коллега, который у нас… Без мотивировки, просто не согласен и всё. Да, и всё. Да, без мотивировки. Вот коллега уже спрашивала, что он у нас занимался у меня, и уже делал доклад по этому трудовому, по коллективному договору. Так вот, кончился тот срок коллективного договора, который мы рассматривали. И как бы его уже нет, он есть как исторический документ. Тем не менее, там прошла процедура, и все забасовочные действия были приготовлены, но не потребовались. Договорились, но договорились, но в условиях заведомо худших. Самые большие разногласия были по этому пункту, о согласовании. Почему? Ну потому что вот если вас будут увольнять, то вам очень приятно читать это всё в коллективном договоре, только вас уже не будет. Поэтому для вас это существенно, если вас нельзя просто без согласования с профсоюзом уволить. И поэтому самая большая борьба вот у докеров за ООО «Первый контейнер и термирал», а теперь это не за ООО, а ООО, просто ООО, всё время меняют. Вы можете увидеть, зайдя уже на сайт московского отделения фонда рабочей академии, вы там можете увидеть, что некоторых пунктов, которые есть в старом, в прошлом договоре, уже нет. И новый договор хуже, чем старый. Ну как-то принято считать, что вот эти новые, там всё лучше, лучше, с каждым годом. Нет, хуже. Хуже. И значительно хуже. И вот это надо, анализ такой провести, и я, поскольку у нас есть товарищ, который прошлый доклад делал, я вам уже говорил, да, что вы, пожалуйста, сделайте так, что произошло. Да, что произошло, сравнительный анализ двух коллективных договоров, и какие ухудшения, увы, произошли, но в коллективном договоре по отношению к старому сравнить. Там целые приложения некоторые выпали, насчёт повышения, например, реального содержания зарплаты целиком, прямо раз, и прочее. Ну, вы увидите, насколько вы это дело тогда изучали, и вам легко будет сравнить. Так, как только вы будете готовы к таким докладам, то, как мне говорите, мы на любом нашем занятии такой доклады послушаем, это нам будет интересно, и будет некоторое разнообразие, а то, может быть, вам уже надоело слушать, а вы того же человека. Программа нам позволяет это делать, допускать и предполагать, и пообсуждать мы можем эти вещи. Вот, поэтому очень важно, что Федерация профсоюзов России таким сейчас служит центром, который может координировать деятельность профсоюзов, и поднимать уровень требований, и не опускать этот уровень, чтобы у нас не было общего падения вообще рабочего движения. Не случайно, что Федеральный профсоюзов диспетчеров и Федерация профсоюзов России поддерживает дважды в год проводимое заседание Российского комитета рабочих, и они называются «Семинары Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии-Российский комитет рабочих». Материалы этих заседаний, этих семинаров публикуются в газете «Народная правда», и раз в году, осенью, и вот в этот раз, 12 ноября, пройдет конференция очередная профсоюзная, накануне, с тем, чтобы участники Российского комитета рабочих могли опираться на некоторые положения научные, которые относятся к организации профсоюзного и рабочего движения. Следующий абзац. ФПР, то есть Федерация профсоюзов России, имеет свой прогрессивный проект Трудового кодекса, о котором у нас с вами была речь и довольно обстоятельная. Разработанный специалистами Фонда рабочей академии поддерживает передовую законодательную инициативу в сфере трудового права и препятствует урезанию прав работников. То есть вот тот проект Трудового кодекса, который был сделан, и раз его не удалось провести как проект Трудового кодекса, никто не мешает профсоюзам все те положения, которые были в этом Трудовом кодексе, отправить в коллективные договора. Правильно? То есть то, что не прошло на законодательном уровне, может пройти на уровне отдельных предприятий. Почему? Потому что коллективные договоры – это локальный нормативный акт. А локальный нормативный акт означает, что он входит в систему права. А раз он входит в систему права, то вот вам и политическое содержание социально-трудовых конфликтов. То есть люди, ведя забастовочную борьбу и конфликтуя на низовом уровне, конечно, не в масштабах всей страны изменения производят, но в масштабах своего предприятия точно. То есть все работники предприятия могут улучшить свою жизнь, и нет никаких ограничений, например, в плане того, а сколько будет часов рабочее время. Потому что у нас по закону до 40 часов. А может быть 30, а может быть 20, а может быть 10. Или продолжительность отпуска. Единственное, есть непреложные требования, записанные в законе. В коллективном договоре не может содержаться положение, которое ухудшает положение работников по сравнению с тем, которое предусмотрено законом. То есть хуже нельзя, а лучше, пожалуйста. То есть, несмотря на то, что основная масса профсоюзных работников, политических, только занимается руганием в адрес современного законодательства, общественного строя. И это правильно, вроде как. То есть критика правильная. Но, между прочим, критика вам это не мешает использовать те возможности, которые... У нас же есть буржуазная демократия. Буржуазная демократия – это же демократия. Но там есть право устанавливать в коллективных договорах, что хотите. Если вы организуете. А если вы не сорганизовали, сами виноваты. Ну так ставит вопрос законодатель. Вы не хотите улучшить свою половину. Не хотите... Или вы хотите в одиночку бороться. Одиночку вы меня не победите. А если вы всем коллективом будете действовать, то сможете победить. Ну так вы и решайте, или вы будете действовать, или не будете. Ну это, короче говоря, законодатель, ответственность за ваши низкие условия труда, за плохую зарплату и так далее, возлагает на работников. На то, что вы плохо боретесь. Вам дали право бороться. Вам написано в кодексу, что вы имеете право проводить переговоры, выставлять требования, так, ввести примирительные, так сказать, эти процедуры, организовывать забастовки, как и хотите. Хотите полностью останавливать работу. Хотите останавливать работу только на час в день. Хотите на два, хотите на три. Хотите в шахматном порядке устроить свою забастовку. То есть, эта бригада в этот день, вторая бригада в второй день, эта бригада в третий день. Так, чтобы у вас полный яролаж у работодателя. Ну вам, как вот вы придумаете, так всё это вам позволяется. Кто должен охранять порядок во время забастовки? Ну кто кто? Забастовочный комитет. Он же проводит забастовку. То есть, он командует всем парадом во время забастовки. Вы хотите управлять предприятием? Управляйте. Вы хотите, чтобы во время забастовки вот сейчас работали эти дни? Работайте. Вам нужно, может, зарплату набрать. Вы забастовку не прекращаете, а просто сейчас на 10 минут просто будете меньше работать, чтобы не забывали, что у вас забастовка. Чтобы зарплату опять вы наберёте, а потом через месяц снова будет 2 часа сокращения. Но для этого надо за 3 дня уведомить. То есть, в забастовочном состоянии, когда находится предприятие, тут командует парадом забастовочный комитет. Уведомив за 3 дня, он может изменить форму забастовки. Поэтому что-то вы можете делать. Это что хотите, делайте. Вам дали, а вы всё доказываете, что это плохая власть, она плохая буржалей. Может, она и плохая, но не в этом же дело. А вы молодцы. А что вы сделали для того, чтобы улучшить положение? А мы хотим другую власть. Да вы у себя-то не можете коллективный договор даже составить не можете, провести не можете, собрание не можете собрать, а вы хотите другую власть. Вам нельзя давать власть, вы такие шантропа. Можно так сказать. Действовать, мы бы вам передали власть, но вы же ничего не можете делать. Вы же даже не можете сформулировать, что хотите. Не можете народ собрать, не можете запастовку провести. А если можете, тогда с вами начинается считаться. Короче говоря, если речь идёт о классовой борьбе, то считаются, как во всякой борьбе со славой, или сильными. Сильными. Ну так и пожалуйста, набирайте силу. Вам мешает набирать силу? Ничего подобного. Наоборот, мы специально на вас жмём, чтобы вы тренировались. Бег с барьерами, он только укрепляет барьер. Но если вы легли перед барьером, и дальше уже не думаете, как перепрыгать, ну тогда кто вам виноват? Сами вы виноваты. Слабаки. То есть, надо сказать, такого рода обстановка, которая складывается в буржуазном обществе, она, когда говорят, что вот капитализм приготавливает рабочих к осуществлению власти, к установлению своей диктатуры. Ну, приготавливается, они борются. Если вы не боретесь, то вы никак не приготовитесь. Вы можете приготовиться, если вы ничего не делаете. Думайте, к вам кто-нибудь принесёт на блюдечке золотой каёмочкой какой-нибудь Ленин, там, Сталин, или ещё какой-нибудь вождь. Ну, это не бывает такого. Они могут показать путь, дорогу, там. Верной дороге идёте, товарищи. Но если вы не идёте, то дорога-то верная, а идти-то вы по ней не идёте. И никогда и не дойдёте. Никуда. Вот так обстоит дело. Ну вот ФПР. Оно, значит, закрепило, что вот прогрессивный проект Трудового кодекса, разработанный специалистами фонда рабочих и конверных, что он поддерживает они эту передовую законодательную инициативу в сфере Трудового права и препятствует урезанию прав работников. То есть это вот некоторый барьер, некоторый идеал, который берётся всё время, находится в работе, с которым надо считаться. Опираясь на опыт борьбы за права и интересы трудящихся, какой опыт? Ну, все истории. ФПР выдвигает программу действия, осуществление которой обеспечит развитие работников, а главное – производительные силы общества. Ну, можно развивать, развитие работников, можно развивать при капитализме? Можно. А они что, не развиваются? При капитализме развиваются. И капитализм развивает. Ну, капитализм внедряет новые технические достижения. Всё равно приводит к тому, что образование другое было, было революционное движение, не было революционного движения, но всё равно образование растёт, и уровень, конечно, подготовки работников тоже растёт. Поэтому вам остаётся только идти впереди. Прогресс в всех сфер общественной жизни, процветание России. Ну, требуйте прогресса во всех сферах общественной жизни. Сам-то он и в прогресс не пойдёт. Общественный прогресс, он потому и общественный, что есть какие-то силы, которые его толкают. Вы не будете требовать хорошего медицинского обслуживания. Не будет хорошего, будет дорогое и плохое. Вот я вам докладываю, что у нас три года проходила медицинская реформа. По-тихому. Потому что я, например, узнал из неё из газет, и недавно. И причём узнал по итогу, чего добились. Добились того, что уволили 20 тысяч врачей. Я считаю, это сильная реформа. Действительно. Зачем много врачей? Мало того. Вот они это увольнение врачей, да, и сократили 27 тысяч коек убрали. Ничего лежать-то, если можешь ходить. И место занимать. 27. И чем объясняют? Причём, хвастаются руководители этой реформы. А как они хвастаются? Говорят, ну, у нас сейчас передовые есть технологии медицинские. Ну, так на передовые-то он не попадёт, потому что вы за 27 тысяч коек убрали. Передовые технологии, которые тему койку имеют в больнице. А так вы к этой передовой технологии куда придёте-то? А ничего, говорит, у нас есть хорошие лекарства. А чем они хороши? Дорогие они. Особенно это видно вот в аптеке «Озерки», когда выскакивает там, есть такая реклама очень хорошая, выскакивает лекарство, и там написано 3500 или 2700 стоит коробочка. И сразу выскакивает такой флаг России, и написано «Цены утверждены правительством Российской Федерации». Ну, значит, межи уже и не будут. Даже не пытайтесь. Это вам сражаться надо прямо с правительством, чтобы цены были чуть поменьше. Поубирали всякого рода больницы, которые находятся в небольших населённых пунктах. Теперь человеку для того, чтобы добраться до нормального врача, а просто до врача, любого, надо проехать 80 километров. На чём он поедет? На тракторах? На бульдозерах? На чём он поедет? Использовать передовую медицинскую технологию. То есть вот мы наблюдаем, что это ухудшение, и очень значительное ухудшение. И, конечно, вот объединение профсоюзов, которые мы сейчас рассматриваем с вами, должны этим заниматься и бороться, чтобы они не видели только то, что на самом заводе, потому что вот человек может заболеть, а он попадает в другую сферу. А как ему оплачивается больничный? А сколько ему платить? А сколько дней? И вот в итоге взаимодействие Фонда Рабочей Академии Федерации профсоюзов России с съездом Федерации профсоюзов России принята программа. На этом съезде, поскольку это съезд Федерации, туда, кстати, входило, в эту Федерацию, входит и участвовал на съезде и профсоюз защиты труда, который выглавляет Шейн. И который вот лично мне давал обязательство, что они в КТР эту программу примут. Но КТР так этот вопрос и замотало. Даже на таком уровне, когда там никто не обязан это выполнять, всё равно не приняли. Так сказали, что мы читали, хорошее, так, но никакого решения нет. Решения даже нет. Конфедерации по этому поводу. И вот пошли задачи коллективных действий работников, организуемых и поддерживаемых ФПР. Почему? Не вообще задачи, а задачи коллективных действий. В этом документе прямо говорится, не надо, кому вы ставите задачу. Никто это не будет делать, правительство это делать не будет. Работодатели это делать не будут. Поэтому эти задачи могут быть решены только в результате коллективных действий. Причём, если эти задачи носят такой характер российских задач, государственных задач, то понятно, что мы с вами их рассматриваем в этом курсе, как курс политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Есть вещи, которые на уровне одного предприятия не решишь никак, никоим образом, что надо за них выступать и на государственном уровне. А есть и трёхсторонняя комиссия, и там сидит и представитель КТР, и представитель, между прочим, ФНПР. Но это треугольник, в котором два угла принадлежат работодателю. Почему? Потому что работодатель, это работодатель, собственно, сам, а государство, а государство работодателей. Поэтому там три стороны и три голоса, из них два голоса у стороны работодателей. Поэтому особенно рассчитывать на вот эти трёхсторонние комиссии, которые на разных уровнях бывают, на отраслевом уровне или на уровне российском, не приходится, потому что они могут какую-то роль сыграть, если будет подъём борьбы в коллективах. Тогда один голос профсоюзный будет играть, иметь большую силу, чем два голоса со стороны работодателей. Значит, что в области трудовых отношений ставится в качестве таких задач Федерации профсоюзов России? Установление цены рабочей силы, зарплаты российских работников на уровне её стоимости. Сколько? Для квалифицированных рабочих в среднем 45-250 тысяч рублей в месяц, при ценах 2007 года. Ну, мы можем сказать, что вот эта задача выполнена профсоюзом авиадиспетчеров и лётчиками выполнена. А другими организациями не выполнена, потому что они не боролись за это дело. И даже они не удосужились посчитать цену своей рабочей силы. Как посчитать цену своей рабочей силы? Что такое рабочая сила? Рабочая сила – это способность к труду или совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Так Маркс определил. Ну, и как посчитать? Ну, как товар стоимость считают? Это берут, как цену товара считают? Затраты. Берут затраты на производство этого товара. То есть, понятное дело, что мы здесь не в труде будем считать стоимость, а получим цену только рабочей силы. Надо взять цены тех продуктов, которые приходится потреблять работнику, членов его семьи, за всё время труда работника. Ну, вот для простоты подсчёта такой расчёт был сделан нашими товарищами и докерами. И вы можете посмотреть, зайти на сайт фонда рабочей академии. Там есть библиотека. В библиотеке есть вот такая брошюрка, мной написанная, которая называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Санкт-Петербург, издательство Политехнического университета, 2014 год. И в этой книжке содержится программа нашего курса. То, что я вам давал. Ну, вы можете её и прочитать ещё. И второй раздел. «Объективная основа разрешения социально-трудовых конфликтов по зарплате». Там есть полностью все расчёты по всем составляющим заработной платы. Реальной. То есть по тем затратам, которые несёт семья за время своего существования. В семье два работника, один из этих работников. Работает постоянно. А другой, исходя из предпосылки, что трое детей, это нужно для нормального воспроизводства населения России. Потому что если при двух детях, население России не воспроизводится. Два и четыре надо. Но ноль четыре не рождаются, поэтому три. Вот из этого расчёта, соответственно, делается, что необходимо иметь и квартиру трёхкомнатную. За всю жизнь семьи, наверное, она в состоянии приобрести квартиру. Или только должна ждать, когда умрут родители, у которых, может быть, есть квартира. Это нормальное требование? Нормальное. Но квартиру вы знаете, что вот если вы не миллиардеры, не миллионеры, вы не можете вынуть деньги и сразу заплатить за квартиру. А вы должны взять ипотеку. А что такое ипотека? Это квартира одна по цене трёх. То есть вы её возьмёте и будете платить тройную цену этой квартиры. В этом смысл ипотеки, которая в России есть на сегодняшний день. Ну, поскольку докеры имеют немаленькую зарплату, они долго боролись, и в коллективных договорах у них требования серьёзные и значительные. Они знают, где и сколько и что стоит, и во сколько обходится. И даже вот в этой брошюрке они указывают, в каких фирмах и как можно это проверить, и где и откуда они взяли. Данные о стоимости квартиры взяты с сайта httpbn.ru. Квартира 74 квадратных метра, проспект Кузнецово. Ипотечный кредит взят в Звербанке по 13% годовых. Расчёт процентов, проведённый отделом кредитования физических лиц. Ну, то есть подошли к этому по-серьёзному. А почему по-серьёзному? А потому что этот расчёт делался не между делом, и не после смены, и не до смены, и не выходные. А во время коллективного трудового спора эти товарищи во время коллективного трудового спора были освобождены от работы, с оплатой по-среднему, как и написано в трудовом кодусе, до трёх месяцев. Это вот так достаточно, за три месяца можно не только это посчитать. Не только стоимость рабочей силы, но и стоимость много чего есть в России. Поэтому они это всё очень качественно и хорошо посчитали. И в итоге вот этого всего подсчёта получили сумму, если работают двое, то величина на уровень 14-го года, если взять, а после этого цены выросли, будет 165 201 рубль. Нормальная зарплата. И это нормальная зарплата. А у них не нормальная, у них 90 примерно. Ну вот раз в 90-е, они, значит, соответственно, требования, которые у них выдвигались на переговорах, они ставили задачу стоимости. А вот Федерация Просоведов России, как ставит вопрос? Установление цены рабочей силы, зарплаты российских работ на уровне, её стоимости. То есть вы посчитаете, ну, допустим, в Ленинграде дорогая квартира, там может быть более дешёвая квартира, и сильно разница суммы, и другие величины. Ну и, соответственно, посчитайте, сколько же будет на трёх детей и мужа с женой, какие будут это расходы. Каждые расходы надо привести к расходам на месяц. То есть если вы два раза будете ремонтировать свою квартиру за всё время, так вот расходы на ремонт квартиры поделите на число месяцев. А сколько месяцев? Если считать, что человек работает 25 лет за свою жизнь, 25 лет, так? Да. Если вы умножите на 12? 30 получается, 300 месяцев. То есть все суммы, которые у вас попадают, складываете, делите на 300, и получается, сколько это, какой вклад в месячную зарплату. То есть одни у вас текущие расходы постоянно идут, каждый месяц, а другие будут раз в 5 лет, третий раз в 10 лет. Туда они всё посчитали, в том числе и погребения родителей, поскольку родители, как известно, уходят. И хоронить-то их надо. Или это ненормально, чтобы их похоронить? И причём, как вы понимаете, это не такое дешёвое дело. Родители не накопили? Да. Раз. Второе. А дети свадьбу собираетесь устроить им? Так вы это посчитайте. Сколько будет на свадьбу? И тоже поделите на 300 месяцев. И так посекундочку набегает вот эта вся величина. На переговорах с работодателями, поскольку я присутствовал на этих переговорах в ЗАО ПКТ, ну вот ничего работодатели возразить не могут против этого. А я говорю, ну это много. Ну давайте, говорит, вот вы сейчас покажете, что нам взять и вычеркнуть. Вот не надо мыла. Давайте выберём мыло. Чё ещё, говорит, ботинки давайте выберём. Давайте телефон выберём. Давайте, говорит, машины ваши выберём. Так, вы нам эту трамвайную линию закрыли от Автова на Тарахтанные острова. Там туда доехать невозможно. Мы кончаем. У нас 12-часовая смена. Мы приезжаем, ни свет ни зря. Уезжаем в темноте. Так нам без машины мы до семьи не доедем. Ну, ввозите нас на автобусах. Давайте каждого будет отвозить в развозках, как вот работников трамвайно-троллейбусных организаций. Не, ладно, говорит, черт с вашей машиной. Ну, машину. Мы закладывали машину Жигули, обычную, простую. И так далее. И, короче говоря, вот позиция на переговорах. Понятное дело, что всякие переговоры, словами вы ничего не докажете. Но вы должны, выдвигая аргументы и объясняя, вы как бы делаете вашу позицию справедливой, законной и справедливой. Законна она потому, что Трудовой кодекс позволяет любые требования выдвигать. Правильно? Значит, позиции, требования законные. Справедливость вы доказали. А дальше вы ставите контрагента в положение, что он против закона и против справедливости. Давайте как-то решать. Ну, а если вы думаете, вы его убедите, что надо взять деньги и с прибыли переложить снова в зарплату. И с прибавочной стоимостью в необходимый продукт. Я такого не знаю, кто таким красноречием обладает. Я, например, не обладаю таким красноречием. Вот я не могу вас убедить, чтобы вы мне взяли и отдали сейчас деньги, которые у вас в кармане лежат. Я могу это рассказать, но тут я беру такие слова назад и говорю, что я нет, это у меня не получится, потому что это, ну как можно так вытянуть. Поэтому на это и существует конфликт. А мы изучаем конфликты. Конфликт – это способ разрешения некоторых проблем. Без конфликтов не решишь, без конфликтов не проживешь. Более того, скажем, самые мощные конфликты – это какие? Это революция, правда? Почему? Потому что вот если войны такие, грандиозные войны, мировые, они всё равно весь мир охватывают. Никакая мировая война из тех, которые были, мира не охватила. А революции, через революции прошли все. Все прошли от рабовладения к феодализму. Все прошли от феодализма к капитализму. Ну и сейчас постепенно проходит от капитализма к коммунизму. И полтора миллиарда уже живёт в странах, в которых победила социалистическая революция. Это мало. Полтора миллиарда, конечно, мало из семи. Но это не очень мало. Потому что это мировая эволюция. Вот по Марксу, Энгельсу, они жили в период стихийной конкуренции капитализма. Думали, это будет одновременно во всех странах. А при империализме так не может быть. Не созревает революция при неравномерном развитии монополистического капитализма. Поэтому это растягивается в такую цепь революции и контрреволюции. Где-то контрреволюции, как в Советском Союзе и в странах Европы. А где там, вот на Кубе и, скажем, в Лаосе. В Лаосе в каком году была революция социалистическая? Не знаете? А что, у нас много в мире социалистических революций? Это же редкость, да? В 75-м году. В общем, не так давно. Ну а, скажем, вот развитие Китая, которое находится в переходном периоде, оно непрерывно идёт быстрыми темпами. Там, допустим, у Китая около 7 темпы роста ВВП, а у Соединённых Штатов около 2,5-2,6-2,7. То есть идёт постепенное преобладание, всё больше и больше рост Китая, и он выходит на первое место и становится крупнейшей страной мира по ВВП. А уже по покупательной способности он по ВВП перегнал Соединённые Штаты Америки. То есть тут не идёт такая вот революция, а просто уже соотношение сил, находящихся в переходном периоде от капитализма к коммунизму, начинает перевешивать те силы, которые являются капиталистическими. И этот процесс, он продолжается, он не останавливается. Но мы возвращаемся вот к этому требованию. Требования очень важные. Если кто думает, что кто-то вот возьмёт и повысит зарплату, квалифицированные люди, в том числе конфликтологов, должны разъяснять, что такое зарплата. Это цена рабочей силы. А как написано? В Трудовом кодексе? Вознаграждение. Вознаграждение за труд. Вот как бы мне награда, если я на вас тружусь. Вы меня награждаете. А на самом деле, на самом деле, рабочий вознаграждает работодателя, поскольку примерно за один час вырабатывается зарплата, которую он получает, а ещё семь часов он работает на работодателя. Вот реальность. Сейчас как обстоит дело в России. Некоторые считают, что 40 минут. Вот Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук, который работал директором стекольного завода у нас, строил в Кингисепе, в Ленинградской области. Он считается, что 40 минут где-то за это время получается зарплата. Дальше. Поэтому мы видим, с одной стороны, не счету, а с другой стороны, такую роскошь. Ну, если люди в 7 раз больше получают от меня, чем я получаю, если я работник. Что я должен удивляться по поводу этого? Так, второе положение. Индексация зарплаты по мере роста цен. Это само собой. Если цены растут, что означает индексация? Индексация означает некоторую попытку не превратить в постоянное ухудшение. А у вас получается индексация, что делает? Оно делает ваше положение финансовое, превращает ее в некоторую зубчатую линию. То есть, вот у вас такой уровень реальной зарплаты, ведет инфляция, она съедается, повышается на уровень, тот, который был в прошлом году. Потом опять понижение, потом опять и так далее. И вот такая пила означает, что у вас жизнь никогда не улучшается. Ну, значит, индексация, смысл ее в том, что она ухудшается, но через год она вернется к тому уровню, который был. То есть, ухудшается, потом опять возвращается. И вы все время болтаетесь, то хуже, то лучше, то хуже. Но главное, что вы не повышаете свой уровень. Поэтому останавливаться на индексации нельзя. Поэтому здесь написано, не только индексация зарплата по мере роста цен, но и повышение уровня реального содержания заработной платы, стимулирующей рост производительности труда. Почему стимулирующий рост производительности труда? Если вы мне повысите реальную зарплату на грош, то это никак не стимулирует повышение производительности труда. Поэтому должно быть ощутимое повышение реальной зарплаты. Поэтому по той практике, которая имеется, Я могу назвать два коллективного договора. Это коллективный договор дальневосточных докеров, дальневосточного пароходства. У них в коллективном договоре было записано покрытие инфляции плюс 5% ежегодно. Сверхинфляции должно повышаться заработная плата. А у работников Ford Motors Company другая норма было покрытие инфляции плюс 2,5%, меньше. Ну, надо сказать, что на этом фронте мало кто чего добился, потому что больше всего нас товарищи любят протестовать, как сейчас мы видим, как они протестуют против пенсионной реформы, а не поставить себе конкретные задачи и решить. Потому что никаких ограничений, например, по повышению реальной зарплаты нет. Есть две статьи Друдового кодекса. В одной статье 130-й говорится, что государство гарантирует повышение, обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. А как оно гарантирует? А очень просто. Разрешает вам бастовать. Больше никак. Оно в вас верит. Оно вам доверяет. Оно вам не просто какие-то подачки даёт. Вы сами бы не взяли эти подачки. Оно вам говорит, давайте, бастуйте, ребята, и получите больше зарплаты реальную. Если вам мало одной статьи, есть вторая статья. В 134-е написано повышение, обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Некоторые товарищи начинают читать содержание статьи. В содержании статьи там такое, что в повышение входит индексация. Конечно, в повышение входит индексация. В 5 входят какие цифры ещё, какие величины. В пятёрку входит и четвёрка, и тройка, и двойка, и единица. И ноль тоже входит в пятёрку, правда? Поэтому это нам ничего не даёт. Говорят, ну, значит, ничего в этой статье нет. Я говорю, а вы что, не видели заголовок? А заголовок не входит в статью? У вас голова входит в вас? Ну, если голова в вас входит, так она в заголовок статьи входит в статью. Это главное в статье. Вот главное – обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. И это есть, это есть в законе. То есть требования ваши законны, справедливы. Боритесь. Ну, не боретесь, значит, не получите. К чему вас приучает буржуазия? Буржуазия же, она готовит революцию. Она как её готовит? Она приучает к борьбе. Что без борьбы ничего не добьётесь. Не научитесь бороться, так и будете прозябать. И будет вам хуже и хуже. А лучше становится не тем, кто дольше работает, а тем, кто проводит забастовку, делает хороший коллективный договор, повышает себе зарплату. Потому что зарплата – это цена рабочей силы. А цену рабочей силы кто должен устанавливать? Тот, кто продаёт товар рабочей силы, или хотят тот, кто его покупает? Продавец. Ну, если вы продавец, так вы и цену устанавливаете. А кто продаёт? Как вот государство говорит? Я что, могу продиктовать вам, продавцам, цену вашего товара? Ну, вы продавцы, так вы и устанавливаете. И вам процесс разрешает создавать? Разрешает. Коллективный ответственный спор вам разрешает вести? Разрешает. Обязывает рассматривать требования? Обязывает. Обязывает садиться с вами на переговоры? Обязывает. Померительные всякие процедуры установил? Установил. Ну, чего вам ещё надо? Боритесь. Если вы не боретесь, мы не виноваты. У нас есть другие дела. Мы уезжаем на острова. Вполне понятная позиция. И не столько нужно осуждать, сколько нужно учиться, добиваться своих требований, исходя из своих интересов. Следующее требование, которое здесь записано, для всех профсоюзов, это же как бы призыв к борьбе и призыв к конкретным мерам борьбы в области трудовых отношений. Установление минимальной оплаты труда на уровне не ниже 40% от уровня средней по народному хозяйству. В любом случае, не ниже научно определённого прожиточного минимума. Я вам докладываю, что с 2001 года, когда был принят кодекс трудовой, вот прошло 18 лет, и вот за эти 18 лет, наконец, правительство удосужилось издать закон, который действует с 1 мая 2018 года, о том, что зарплата не ниже прожиточного минимума. Вы считаете, что, так сказать, государство, видя, что никак не поднимается профсоюза на борьбу и никого не организовывается, само взяла и реализовала. Это требование Федерации посудов России. Ну, а требование, минимальная оплата труда на уровне ниже 40% от уровня средней по народному хозяйству, ввалитесь. Ну, потому что минимальная оплата, вы себе представляете, там как-то я вместе с докерами был в Комитете Государственной Думы по труду и социальной политике. Когда как раз рассматривалась корзина, и докеры, и товарищи из Нижнего Новгорода хохотали, когда узнали, что там в корзине 2 килограмма огурцов на год и 2 килограмма помидоров и несколько пар носков мужских. То есть корзину, вы, наверное, ничего не знаете про эту корзину, а вы попробуйте ее достать и поднять ее на смех. Потому что есть корзина же потребительская. Сидят умные люди с зарплатами по 400 тысяч и, соответственно, с пенсиями 75% от дохода в Думе, которые вот такие игры ведут и придумывают такие потребительские корзины. А по потребительской корзине определяется и минимальный уровень оплаты, прожиточный минимум. Вы же не умираете? Не умираете. Ну, тогда, значит, это, наверное, прожиточный минимум и есть. Я как-то вынужден был находиться 3 месяца в Москве, поскольку меня направляли на переподготовку по новым программам в университет. Университет, который возглавлял Невзлин, который сейчас скрывается в Израиле от правосудия. Вот в этом университете, в котором раньше размещалась Академия общественных наук, вот там нам преподавали. Поскольку преподавали применение математики в экономике, а я на эту тему кандидатскую защищал по применению математики в экономике, я как-то пару часов посижу, да и иду зубы себе делать. И вот я каждый день наблюдал такую сценку, как приходила медсестра, такая полупрозрачная уже, худая-худая, молоденькая, в своем халатике брала капусту и кусочек хлебца. И так каждый день. Наверное, это и есть проживочное меню. А все остальные шикуют. Доведение доли зарплаты в издержках производства продукции до уровня развитых стран. Тут есть что-нибудь плохое? Россия говорит, мы передовые, мы активные и так далее. Ну что же получается, там в развитых странах же не такие зарплаты. Некоторые доказывают, что у нас чуть ли не империалистическая страна. А какая же империалистическая, когда у нас все выкачивают? Посмотрите, какие там уровни зарплаты, а какие у нас? Какая тут эксплуатация? Установление доли постоянной части зарплаты, тариф и связанные с ним выплаты на уровне не ниже 80%. Вот это все нормы, которые могут быть в коллективных договорах. А почему? Да потому что вам установили зарплату, допустим, 70 тысяч рублей. Из них 10 тысяч вы на руки получаете, а 60 тысяч, если хорошо себя ведете и не спорите с начальством. Как только вы рот открыли и что-то потребовали, 10 тысяч вы получаете, и все. Сразу у вас опускается зарплата до 10 тысяч. Вот поэтому, чтобы такого не было, можно установить в коллективных договорах с помощью забастовок долю постоянной части зарплаты не ниже 80%, чтобы не удавалось бы манипулировать профсоюзными работниками, рабочими со стороны работодателей. Повышение оплаты сверхурочных работ, работы в выходные и праздничные дни, в ночное и вечернее время. Все вот эти вот работы, они требуют повышенной оплаты. Например, в ночное и вечернее время. Когда у нас ночь начинается по экзоту? 22. Нет, 22. 22. До 6 утра. А что вы приписываете в пользу работников? Я от работодателей сижу здесь, я возмущен. А когда кончается ночное время? 6 часов утра. Вот, значит, оплата ночное время повышенная. Теперь сверхурочные работы. Первые 2 часа оплачиваются как? 1,5, а дальше 2. Ну и как сейчас этим обстоит дело? Сплошь и рядом, в одинарном размере. Говорят, работайте. Хотите больше работать, работайте. Сколько хотите работать, можете больше, можете ещё больше. Значит, недавно опубликовано в российской газете, сколько у нас в среднем рабочая неделя. По данным Академии Государственной службы президента РФ и Высшей школы экономики. 48 часов. Я думаю, это не преувеличенные цифры, скорее преуменьшенные. То есть 48 – это то, что учитывается. А мы же знаем, что у нас есть треть организации, которая даже пенсионные отчисления не выплачивает. Треть работников есть, то есть столько у нас работодателей, что треть работников, которые не выполняют свои обязанности, совсем за них не оплачиваются пенсионные платежи. А говорят, денег нет. Ну так вы их не берёте, государство не берёт. Такое сильное, такое мощное, а деньги не берёт. А потому что своих мы не трогаем. Так, то есть вот ещё одно направление. Следующее направление – установление гарантии оплаты труда в денежной форме. Можно считать, что эта проблема решена. Если вы помните, когда обсуждался трудовый кодекс, в новом трудовом кодексе, который предлагало правительство, предлагалось оплату в натуральном виде. То есть если вы делаете гробы, вот вам за месяц один гроб. Можете домой его принеси, может понадобиться вам. Недолго ведь проживёте. Ну гробов я не видел, а вот одну паукову к следствию приехали мы в Нижнем Новгороде. У него шесть телевизоров. Я говорю, ты что, шесть телевизоров, зачем тебе смотреть? Шесть. Да нет, говорит, один у меня телевизор, а остальные пять – это зарплата моя. А что значит зарплата? Он становится торговым агентом своей фирмы и, следовательно, продавать, когда он будет, это время рабочее. То есть у него отнимают ещё свободное время и загружают его этой работы, но он же не специалист, поэтому по бросовой цене будет продавать. Поэтому зарплата его маленькая. А вы, наверное, видели несчастных этих женщин, которые из Иваново приезжают и здесь трясут, так сказать, наволочками, простынями и прочими пододеяльниками, которые им выдали место зарплаты. Но в основном сейчас это уже ушло. А почему? А потому что мы вот в проекте трудового города, чтобы вообще ликвидировать натуральную оплату и всё. Что за колхоз такой? Там сено, я понимаю, если у меня свиньи, коровы, козы, мне сено привезли – хорошо. А здесь это, скажем, натуральная оплата, представляете? А если я делаю корабли? А если я, токари, делаю какие-то шестерни, вам шестерни дадут – идите торгуйте там. Кому-нибудь нужны эти шестерни? Или бутылки тогда продавали бы. Бутылки делают, молочные, стеклянные. Вот вам зарплата, везите домой. Где хотите, так и реализовывайте их потом. Но это прошло. Увеличение свободного времени работников путём сокращения продолжительности рабочего дня до 6 часов и введения 30-часовой рабочей недели без понижения заработка. А также за счёт роста времени оплачиваемых отпусков. Вот что такое свободное время? Так, товарищи магистры, свободное время – это что? Кто скажет? У вас, наверное, нет свободного времени, вы не знаете, поэтому это что такое. А может, наоборот, у вас всё время свободное. Как правильно считать? По определению надо считать. Свободное время, писал Маркс, это время для свободного развития. Вот если вы там заняты на каких-то работах посторонних во время магистратуры, без них прожить, поскольку вам нельзя, оно не свободное. А вот когда вы обучаетесь, это свободное. Почему? Потому что это время для свободного развития. Между прочим, Маркс не только по отношению к магистрам и студентам, но и по отношению к таким, как я, профессорам и преподавателям говорил. Ну вы же, когда преподаваете, вы же тоже развиваетесь, вы же не деградируете в это время. Поэтому ваше время тоже свободное. Но готовьтесь лучше, и будет более свободное ваше время. Поэтому это очень важное положение. И это главное направление, можно сказать, профсоюзной работы сейчас и борьбы. Почему? Потому что вот есть много параметров улучшения условий труда. Это и тяжесть, и запылённость, и загазованность, и электромагнитные колебания, и радиоактивные вещества. А это и то, и пятое, и десятое. А если вы меньше находитесь в такой атмосфере, и меньше подвергаетесь отрицательному воздействию, значит, по всем параметрам у вас улучшение. Поэтому сокращение рабочего времени – это ещё и комплексная защита такая организма работников. Но поскольку вы получаете свободное время, дополнительное это время для свободного развития, вы развиваетесь. А раз вы развиваетесь, то вы вместо того, чтобы болеть, вы здоровый, вы должны что делать? Здравоохранение укреплять или медицину развивать? Ну, надо развивать медицину, но вообще главная задача – здравоохранение. Пусть люди будут здоровы, меньше болеют, и тогда меньше придётся принимать какие-то медицинские меры. Потому что здравоохранение – это из разряда защиты уже, обороны. А здравоохранение позволяет за счёт развития работников, чтобы не в санаторий его отправлять, а сначала в дом отдыха. Может, ему не понадобится санаторий. А если в санаторий его отправить, может, в больницу, а не понадобится. И, может быть, лечение не понадобится, если он будет, если будет стадион, если будут площадки, а стадионы становятся платными. А дети теперь не могут выбежать и, так сказать, играть в мяч, где попало. А уже некуда им выбегать. Дети маленькие ещё могут во дворах играть. А вот, скажем, как мы играли в своё время в футбол во всех дворах, этого нету. Там только детские площадки и газоны, и машины, и всё. А потом говорят, вот молодёжь, она такая-сякая, не такая. А так куда деваться-то, молодёжь? Вот у нас я живу рядом со стадионом Светланы. На Светлане было 40 тысяч работников, сейчас 3,5. Зимой стадион заливали. И получался огромный каток. И, так сказать, вся, Мелисгас, так сказать, со всех дворов. Одни и две коробки для хоккея. В одной коробке играли, так сказать, ну, профессионалы, которые там, команды. А другая коробка была для того, чтобы люди тут играли, кто хочет. А они потом попадают, может, потом в эти команды. Сейчас одна коробка не заливает, а нужно, чтобы водой залить. И всё. И там играли мало-мало-меньше. То есть, вот в вопросах здравоохранения, тут тоже нужна позитивная политика, наступательная, а не только оборона, что когда вы заболеете, мы вас вылечим. Когда голос у вас не будет, мы попробуем вернуть ваш голос. Но это потребует, может быть, оперативного вмешательства, а может потребует лекарств очень дорогих. Приходите, давайте я вас лучше научу, как правильно говорить. И вам не надо будет это делать. И так далее. Разные же есть подходы к этому. А не доводить дело до того, чтобы человек уже испортил все горло. Так. Обеспечение реальных экономических гарантий и полной занятости за счёт создания новых высокопроизводительных рабочих мест с благоприятными условиями труда. Ну, про новые высокопроизводительные места вы, наверное, слышали. Владимир Владимирович говорил, коллеги его говорили. Дескать, хорошо бы, да хорошо бы создать 25 миллионов производительных рабочих мест. Насчёт того, чтобы с благоприятными условиями труда, ни разу не слышал. Такого вот ни разу. Такой предсказки не было. Ну, и никаких этих 25 миллионов нет, и никаких планов таких нет. И никуда это не входит. Это просто разговор. Ну разговор должен быть же какой-то красивый. Вот это красивый разговор и есть. А наоборот закрываются высокопроизводительные рабочие места. Например, ЗИЛ, на котором был цех роботов, закрыт. Там вот наш коллега и мой товарищ Василий Иванович Шишкалёв работает, он известный полярник, в Вестнице Шпаро ходил на Северный полюс, экспедиции комсомольской правды, и в Канаду через Северный полюс. И когда ему говорили, что как тут холодно на этом полюсе, он говорит, да ладно, у нас гораздо холоднее в ЗИЛе, потому что там всё уже дырявое, ничего не делают. Вот вы бы у меня постояли, посидели, как я работаю, но он наладчик станков, автоматических линий. То есть у каждого станка есть свои наладчики, а он должен отвечать за то, чтобы вот здесь заложили заготовку, а оттуда вышла уже готовая деталь для машины, сложная, которую обрабатывают на десятках станков. Всё это закрыли, всё, народ разогнали. Вот придумали там железную дорогу провели, метро, ледовый дворец, какой там музей, ну и жильё, которое позволяет тем, кто имеет деньги, получить там жильё. Всё, а завода уже нет. Вот вам и 25 миллионов высоких средних рабочих мест. Кто виноват? Не требует, товарищи, трудящиеся. Что так вы думаете, рабочие ЗИЛы выступали, требуют? Нет, они безропотно совсем соглашались. Что показывает наша практика, что без конфликтов в нашей жизни не проживёшь. Не будете ничего требовать, не будете отстаивать, всё заберут и выбросят. Использование производительности труда не для увольнения работников, а для сокращения их рабочего и увеличения свободного времени. Вот у нас сплошь и рядом в интернете, в комментариях вопросы говорят, вот повышается производительность труда, скоро рабочих будет всё меньше. Непонятно, почему рабочих должно быть меньше, если повышается производительность труда. Вот если повышается производительность труда, если рабочий работает 8 часов, но если повышается производительность труда, пусть работают 7. А ещё повышается производительность труда, но пусть работает 6 часов, 4, 3, 2, 1, 20 минут пусть работает. Где это? Ничего подобного. Пока что производительность труда, во-первых, она очень слабо растёт, одни разговоры. Более того, и разговоров-то нету по предварительности, это редко упоминаемые слова. Очень редко, потому что никто даже не хочет говорить, какая она, потому что очень слабо растёт. Почему? Потому что не обновляют технику и не накопляют капитал. Капитал и финансы отправляются за границу, и там где-то в офшорах теряются. Причём за границу отправляется не только прибавочная стоимость, а туда отправляется амортизация, которая должна послужить на обновление тех капиталов, которые есть, средств производства, которые действуют. Поэтому очень много разговоров про НТП, НТР, гигантский разворот НТР, информационное общество, вот с этим я, пожалуй, согласен. То есть на самом деле ничего не делается, информации очень много. У вас завод закрыли? Закрыли. А у нас завод тоже закрыли? И у нас закрыли. Давайте информацию вам передавать любыми средствами, и по телефону, и по телеграфу, и по любым каналам, и можем через обмениваться в Фейсбуке, сообщения о том, что закрыт очередной завод. Поэтому вопрос о том, чтобы создавать новые производительные места в благоверятными условиями труда, это тоже задача профсоюзов. Это требование профсоюзов, и нужно за эти требования биться. Использование роста производительности труда не для увольнения работников, а для сокращения их рабочего и увеличения свободного времени. Ограничение практики заключения срочных трудовых договоров. Значит, есть такие работы, вроде сбора мандаринов. Скажем, вы поедете в Финляндию собирать землянику. Собрали, уже земляники закончились, возвращайтесь назад. И у вас будет срочный трудовой договор. Но вот это срочные трудовые договора используют иногда не по назначению, а пытаются обычных работников, которые… Основная масса работников у нас имеет договора, и это большое достижение, можно сказать, социализма. Договора заключены на неопределённый срок. Что значит на неопределённый? Ну, значит, целая канитель, чтобы меня уволить. Это надо, значит, выговор один, выговор второй, что я что-то нарушал, я могу в суд пойти. А вот если срок закончился, срочный договор и срок закончился, пишется в связи с истечением трудового договора, и всё, и никаких судов, ничего, всё. Однажды мы с профессором Казёном были в профсоюзной организации Кировского завода. Нас пригласили лекции прочитать. Мы прочитали лекцию, а потом нам вопросы стали задавать. За ней сидели руководители этого профсоюза. Кировский завод очень важный, поэтому он никуда не входит в профсоюз Кировского завода, они так считаются, они дают вам профсоюз Кировского завода, и всё. И вот стали нам задавать вопрос такой, а что делать, если нас переводят на срочные договора? Ну, мы объясняем, что ни в коем случае не надо соглашаться, не имеют права вас переводить. Вы же не мандарины здесь, а танки делаете. А танки, они не так, что вот сейчас весной делаем танки, а летом будем делать арбузы. Поэтому какие могут быть срочные договоры? Никаких срочных договоров. Сзади товарищи переболошились, нас, так сказать, недовольны были, профсоюзники с Кировского завода. Они спрашивают, ну нас заставляют. Я говорю, ну как вас заставляют? Вот что, вставили руку в вашу дверь и начинают зажимать, да, вот как раз вот туда. Или что? Или привязывают с цепью к батареям и к горячему тягу вам гладят. Ну как заставляют? Объясните мне. Ну как может вас заставить? Вы же, наверное, понимаете, что самое страшное наказание, какое может быть вам, самое страшное угроза, это увольнение. Ну потому что как вы уволены, вы на воле. И всё, вам эти начальники, которые вам угрожают, никто. Ну вы же понимаете, что как только вас переведут на срочный трудовой договор, это только отклад, отложение этого момента, когда вас уволят. То есть вас уже наметили к увольнению. И выражением этого является срочный трудовой договор. Поэтому если сейчас вы не встрепенётесь, то там уже поздно будет. Просто вас уволят в связи с высвечением срока трудового договора. Вот это забито в программу коллективных действий, чтобы товарищи профсоюзники, погнавшие за зарплату, за зарплату и в битву войдя за зарплату, за сокращённую рабочую, не забыли ещё об этом. Потому что там всё улучшится, только вас тут не будет. Победят, но вас тут не будет. Потому что если у вас никак не гарантировано, и вот в этом коллективном договоре, который я вам дал, и который прошу посмотреть, он есть и на сайте фонда рабочей академии, тот вариант и на новом. Самая большая борьба была по поводу нового, это вот именно по этому пункту, по поводу согласования. Они всё равно некоторые пункты отстояли, но уже их пообщипали, и там очень здорово. То есть по многим вопросам уже не надо согласовывать. Если вот это у вас не сделано, согласование по вопросам уволения, значит никаких у вас гарантий уже нет. А это уже некоторая хитрость, срочный трудовой договор. Дескать, вы у нас магистры, давайте с вами заключим на полтора месяца, что вы будете у нас магистры, а потом вы приходите, через полтора месяца скажут, а вас не пускают. Говорят, а что вы пришли? А я магистр. Нет, это уже полтора месяца закончилось, всё, до свидания. И пропуск ваш недействительный. Отдайте бумажки. Вот вам ваши бумажки, до свидания. Согласование работодателям с профсоюзом решений, затрагивающих интересах работников. Есть решения, которые не затрагивают положение работников, а есть затрагивают. Вот надо согласовывать с профсоюзом. Вот этот вопрос нужно, за это нужно биться. Это одна из тем забастовок. Одна из самых главных, тем требований, которые должны выставлять работники. Признание права работников на приостановку работы при невыплате зарплаты и нарушении правил охраны труда аттестации рабочих мест по условиям труда. Ну вот можно считать, что этот пункт выполнен после таких битов и в том числе благодаря действиям вот этих профсоюзов. В законе теперь есть статья 142. Вам не выплачивают зарплату 15 дней. Ваши действия? Приостановить работу. Приостановить работу. Нет. Вы не можете это. Это неправильное действие. Ваши действия? Написать бумагу своему руководителю о том, что я приостанавливаю работу до выплаты зарплаты. Это ещё не все действия. Вы бумагу-то написали, и надо ему вручить, чтобы он не отпирался, что он получил. А как это сделать? Если ему в руки дадите, он порвёт. Дайте мне любую вашу бумагу, я её порву. А как со мной бороться? Очень просто. У вас ксерокс есть? Если нет, внизу там стоит. Сделайте 10 штук. Вы даете мне бумагу, я со злостью. Раз, я порвал. А мне вторую, я вторую. Третью уже не с такой злостью. Четвёртую уже рвать не буду. Всё уже ясно, что это всё у вас задублировано, задокументировано, что я получил. Вы знаете, что... А я потом скажу всё равно, что я не получал. Хоть бумажку эту всё равно выброшу, когда уйду. Которую я рвал, а теперь я возьму её и выброшу. Как вы докажете, что я получил? Уведомление. Уведомление. Сначала вы можете два свидетеля иметь. Вот два человека есть. Если два свидетеля есть, вы доказали. А если у вас свидетелей нет, поэтому публично надо уведомлять. Публично. А не лично. Дальше. Вы можете пойти в секретарше. А секретарша, как известно, если по-японски, то... Как мне рассказывали, как можно учить японский язык. Только на водояма, это дорога. Или секретарь-директор, директор, сука, хама. Зачем сидит секретарь, чтобы вы не попали, чтобы она вас отшила. Она говорит, ну не возьму я у вас. Что вы будете делать? Бить? Драться будете, что ли? Секретаршей, женщиной. Не будете драться. Что надо делать? Завернуть за угол и отдать на почту. Получить уведомление. Вот когда вы уже в руках имеете уведомление о вручении, всё. Вот теперь вы можете приостанавливать работу. А иначе вас... Мы ничего не знаем, вы остановили работу. Мы же не знали, что вы приостанавливаете. А вы остановили, мы вас уволили. А потом идите восстанавливайтесь через суд. Поэтому тут надо быть аккуратным. Это вопрос. Это права выявлены. Мы же берём политические составляющие. Тут надо быть политически грамотным. Сначала убедитесь, что дошло. А вам придёт уведомление о вручении. И выйдет бумажечку. Держите в руках. Говорите, я приостанавливаю работу. После этого вы можете ходить, а находите на рабочем месте. Лучше всего находиться. Взять и читать капитал. Это долго надо читать. Во-первых, вас видят каждый день. А работать вы не можете. А почему вы не можете работать? Вот спросите меня, почему я не работаю, если я сижу. Спросите меня, почему я не работаю. Есть хочется, руки уже не работают. Дайте взаймы до зарплаты. Сумма моей зарплаты, взаймы мне дайте до зарплаты. Я зарплату вам отдам. И вы уходите. А у вас нет мне взаймы, до зарплаты сумма моей зарплаты. А вы начальник цеха, а вы замдиректора завода. Мне все равно. Дайте денег, я покушаю и начну работать. Идите покушать. Так давайте деньги, я покушаю. А ну нет у меня. Все. Это и такие действия и предшествовали в установлении такой нормы. А сейчас она уже узаконена в Трудовом кодексе. Так что кое-что из этой программы Федерации профсоюзов России, поскольку это ясно сформулированные мысли и положения, которые разумные профсоюзные работники понимают и отстаивают, оно пробивается в практику. Так. Вот. Также при нарушении условий охраны труда тут тоже приостанавливать надо работу, если подвергается в вашей жизни вообще опасности. Скоро надо приостанавливать работу и писать документы, документировать это. А иначе люди попадают в такую историю. Дескать, мне сказали, а что, говорит, вы не остановили, ребят ваш не заставлял, не бил, зачем вы пошли, вот вам руку оторвало, сами виноваты. А иначе платить он должен много. Или уговаривают, не ходите к врачу, не фиксируйте травму, а потом у него воспаление, а потом у него и с малой травмой получилась длительная многолетняя болезнь. А ничего им не оплачивают. Поэтому это не игрушки. Вот написано, аттестация рабочих мест по условиям труда. Убрали аттестацию, теперь с 13-го года sold. Специальная оценка условий труда. А это что значит? Ну, раньше, как бы, материалистический был такой подход. приходит с градусниками, меряет температуру, приходит с приборами к измерению влажности, влажность измеряют, так, значит, звук тоже есть, можно измерить в количестве децибел, и так далее. И так же, и освещенность можно замерить, и можно, то есть, можно получить объективные данные и классифицировать рабочие места. Они и классифицированы. Но, но, можно сделать по-другому, как сейчас. Специальная оценка условий труда. Есть специальные организации, я как работодатель, если я работодатель, заказываю эту организацию, она приходит, идет, потом осматривает ваши рабочие места, а она специализирована. Специальная оценка условий труда. И я ей плачу. И что она, какое делает заключение? Что у вас вообще, вот докеры работают на берегу моря на свежем воздухе и катаются бесплатно на этих погрузчиках. Еще требуют какую-то зарплату вообще. О чем я тебе разговариваю? И по специальной оценке условий труда посыпались все показатели, так сказать, вредности. Посыпались, потому что, кто платит, тот и заказывает музыку. Поскольку платит работодатель, то, так сказать, особенно и не спрашивают того, кто является работником. И профсоюз не особенно спрашивает. В итоге получилось так, что обрушение условий труда с 13-го года по всей стране. Так что, этот вопрос это очень актуальный вопрос. Время наше истекло, но поскольку это очень важная программа, мы продолжим ее рассматривать и в следующий раз. Потому что, это, в общем, это позитив. Это не просто требование, что мы не согласны вот с этим. А что вы хотите? Что хочет? Что необходимо трудящимся для их нормальной жизни? И по каким вопросам нужно не просто спорить, но выходите на конфликтные отношения, то есть на забасовку. Поскольку конфликт это не просто обострившаяся противоречия, а обострившаяся до такой степени, когда сила аргументов заменяется аргументами силы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...